Продолжение следует... Что хотите уточнить, спросите. Я все ваши вопросы вижу, читаю и стараюсь давать ответ на все ваши вопросы. Для того, чтобы задать вопрос в чате, вам достаточно авторизации в личном кабинете. А для тех же, у кого пока еще своего личного кабинета нет, вы его можете зарегистрировать. Регистрация бесплатная, 2 минуты вашего времени отнимет и будет у вас уже доступ к чату, доступ к торговым платформам, возможность открыть счета, учебные счета, личные счета, реальные счета для того, чтобы совершать первые операции на рынке Форекс. Спроводим мы анализ без использования индикаторов, смотрим уровни поддержки и сопротивления, смотрим, как ведет себя цена на этих уровнях и дальше уже принимаем торговые решения. Начнем, как обычно, с обзора календаря экономических событий, посмотрим, какие на сегодня события запланированы, какие уже были события ближайшего дня, на завтра, для того, чтобы сориентироваться, когда может быть всплеск волатильности и как нам в этот всплеск не попасть, либо не попасть не в нужную сторону для нас. Что ж, давайте тогда переключимся на рабочий стол, начнем, как я уже сказал, с календаря экономических событий. Сегодня четверг, неделя вся довольно насыщена, на самом деле, на события, на статистику. Сегодня в 10 часов утра было выступление главы ЕЦБ Марио Драги, потом в 14.30 было сведение заседаний ЕЦБ по монетарной политике, также довольно важная штука. Но пока, как мы видим, реакции евро-доллара какой-то существенно не последовало, вернее, евро в принципе. Ближайшая статистика – это первичные заявки на пособие по безработице в США за март. То есть ожидается, что будет меньше, посмотрим, насколько факт разойдет с прогнозом или нет. А плюс на сегодня запланирована встреча президента США Дональда Трампа и председателя Китая – это Си Цзиньпина. Тоже довольно важное событие, ну и интересно, о чем договорятся и как пройдет эта встреча в целом и общем. А завтра, я же напоминаю, в 15.30 – это среднее количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, так называемых non-farm payrolls. Плюс также отчет по безработице по США и по Канаде. И много статистики именно с Британией еще. Производство в секторе обрабатывающей промышленности, плюс выступление главы Банка Англии Марка Карни. На завтра лучше всего либо очень аккуратно торговать, либо просто понаблюдать завтра за рынком. То есть сделок лучше не совершать, потому что может быть все, что угодно на рынке довольно-таки волатильный день наблюдается на завтра. Либо наоборот, полное отсутствие реакции. Такое часто встречается, когда, казалось бы, должен рынок просто летать и падать, а он стоит на месте. Такое тоже бывает. Это основные фундаментальные моменты, которые стоит учитывать. Давайте теперь посмотрим, что у нас происходит на графиках, на рынке. Итак, начнем с евро-доллара. Вчера я обозначал уровень 1.06.70. Говорил, что по пробитии данного уровня возможно продолжение восходящего тренда. Как такового пробития уровня не было. То есть цена немного ушла за него. В два захода, скажем так, была попытка выйти. Поэтому, естественно, никакие сделки от этого уровня производить не стоило. Мы и не производили. Ну, по крайней мере, я не совершал сделок от этого уровня. Дальше цена пыталась несколько раз уйти ниже, выше. В общем, кружилась на уровне. Буквально несколько часов назад неплохо его продавило и потестировала уровень снизу. По евро-доллару я все же думаю, что есть смысл ожидать скорее ухода вниз. Пусть и не продолжительного, пусть и недалеко, но в район где-то 1.06, я думаю, стоит ожидать все-таки снижения. 1.06 это такая наиболее перспективная область, наиболее перспективная зона, куда может цена опуститься. То есть, по крайней мере, на сегодня именно такой прогноз по евро-доллару. Я думаю, что есть смысл открывать сделки на продажу от отметки 1.0670 уже не получится. Но можно даже попробовать с текущей рыночной цены, попробовать зайти в продажу. Я пока по евро-доллару сделку не открываю. У меня открыта другая позиция по австралийскому доллару. Идея примерно та же, что и по сделкам с евро-долларом. Так что пока, я думаю, что сегодня стоит отдать предпочтение именно доллару и открывать сделки в направлении именно укрепления доллара. Дальше доллар, швейцарский франк. Я долго смотрел на эту валютную пару, долго ожидал пробоя ниже уровня. Но пробитие уровня так и не наступило. И наверху образовался у нас новый уровень. Единичка 34. Ну, словно говоря, единичка 35 даже. Можно вот этот уровень обозвать. И, вероятнее всего, здесь будут не продажи. А, вероятнее всего, цена продолжит двигаться наверх. По паре доллар, швейцарский франк. Так что пока рассматриваем возможность либо покупок с текущих рыночных цен, с текущей отметки, да. Либо же просто нейтральные сделки, да. Пока цена находится выше этого уровня. Пока цена уровень 1.300.34 не пробила, да. То есть пока этот уровень не пробит, естественно, мы никакие сделки здесь совершать не будем. И скорее стоит рассчитывать на продолжение восходящего тренда, нежели на продажи, да. То есть продажи возможны либо по пробитию уровня 1.200.34, либо 1.200.13, да. Это такая уже, можно сказать, такая область, да, которая, ну, ознаменует смену направления и ознаменует, собственно, движение вниз. Пока же, пока я бы рассчитывал все-таки на покупки пары доллар-швейцарский франк. Посмотрим, какая выйдет статистика по США, по Америке, по безработице. Дальше, давайте посмотрим пару британский фунт доллар США. Пара довольно капризная, да, но даже на фунте проявляются первые, скажем, предпосылки к продажам. 1.24.60, да, была уже первая возможность, скажем, вшортить. Если кто-то держит продажи по паре фунт, британский фунт доллар США, я думаю, есть смысл их держать и дальше, потому что, глядя на ту ситуацию, которая сейчас складывается по фунту, есть вероятность, что фунт уйдет ниже 1.24.40 и, возможно, даже снизится еще больше, да. По крайней мере, сегодня я не думаю, что стоит ожидать продолжительных движений. Основные продолжительные движения запланированы на завтра, на non-farm payrolls, выход non-farm payrolls, да. Но все же, я думаю, что сегодня может быть репетиция, ну, либо же, может быть, движение, которое запланировано на завтра, может пройти сегодня. Такое тоже часто бывает. Дальше, давайте посмотрим валютную пару доллар США и японская иена. А здесь у меня выставлен отложенный ордер на покупки, его чуть-чуть пониже мы выставим, ближе к нашему уровню. Соответственно, да, то есть цена довольно быстро ушла от этого уровня. Я думаю, что потестирует пока еще цена, вернется к этому уровню и рассчитывая именно на покупки от этого уровня, поэтому и выставлена пока отложка. Ну, а по целям это где-то 111 отметка. Опять же, это идея на сегодня, да, то есть если сегодня она не отработает, на завтра ее лучше не переносить. Лучше от нее отказаться, если она не отработает сегодня. Хотя я думаю, что сегодня она отработает, пусть и немного позже, да, пусть там спустя несколько часов. Но думаю, что и по японской иене наша идея должна отработать. Уровень довольно крепкий, 110-56, ну, грубо говоря, 110-60. Да, ближайший круглый уровень не раз уже себя проявлял. Довольно все технично на этом уровне, поэтому, ну, есть смысл, да, ожидать движения именно вниз и реакции цены на этот уровень. Что же касается общей картины, ну, это часовой у нас таймфрейм, да, допустим, возьмем дневной таймфрейм, то на дневном таймфрейме пока формируется, да, идея для похода наверх. То есть цена вниз не ушла, да, попытки пройти наверх также ничем не увенчались вчера, позавчера, да, нам и сегодня, если мы сегодня закроемся так, либо выше, то, ну, здесь явная идея это поход к 112, и от 112, возможно, будет глобальный тренд, глобальное восходящее движение повыше, где-то на отметку 115, да. То есть такие вот планы долгоиграющие по японской иене, опять же, это на случай, если, ну, отработает наш сценарий, да, на рост. То есть мы не можем сказать точно, будет рост или не будет, но если он начнется, мы знаем, что делать, да, где, как и когда, и что делать, мы уже сможем сориентироваться. Поэтому по японской иене пока такие идеи и такие мысли. Ну, на сегодня, я думаю, что все-таки мы еще оттестируем отметку 110.60 и сможем открыться здесь в покупке по японской иене. Дальше австралийский доллар, сейчас у меня открыта по этой паре позиция. Вот, ну, ориентир, да, открылся немного ниже. Ориентир был на уровень 76.60 примерно. Ну, тут 70, ой, 0.75.66, ну, 0.75.60. Вот этот уровень. Цена пока, скажем, себя никак не проявляет, да, на этом уровне вроде бы пытается уйти повыше, да, и в то же самое время предыдущих там два часа показали нам, что наверх пока цена не получается наверх цене уйти, да. Будем надеяться, что продолжится нисходящий тренд, пока сделка, как говорится, в продолжении нисходящего тренда, да. Опять же, в случае, если цена уйдет выше этого уровня, выше 0.75.65, значительно выше, тогда можно будет уже вылазить из сделки, можно будет сделку прикрыть, потому что можно будет тогда констатировать, что идея, да, идея движения изменилась и, вероятнее всего, снижения не будет. По целям же, я думаю, что это будет 0.75 уровень, да, если действительно пойдет наш сценарий на продажу, я надеюсь, что он пойдет, это отметка 0.75, тут чуть-чуть пониже прошлого уровня, его мы уберем. Я думаю, что если начнется нисходящее движение, то до 0.75 мы дойдем. Здесь, конечно же, на отметке 0.75 это и круглый уровень в придаче, но и довольно важный уровень для австралийского доллара в принципе. Вы можете обратить внимание, что цена на него уже неоднократно реагировала. Я думаю, что тогда уже вряд ли цена пойдет ниже, но пока мы наблюдаем, да, как цена себя ведет здесь, возможно, наш заход может оказаться уже поздним, да, то есть, возможно, мы опоздали. Но так или иначе, пока цена выше 75.65, здесь даже отметка 0.75.65, пока цена выше этой отметки не ушла, да, не добралась, не закрылась выше этой отметки, все еще актуальны продажи, то есть, все еще пока актуальны сделки именно в продаже австралийского доллара. Дальше давайте посмотрим новозеландский доллар, да, что у нас по новозеландскому доллару, ну, по новозеландскому доллару я еще вчера отмечал, да, здесь довольно интересная область 69.80, говорил, что по пробитии, да, этой области возможно развитие сценария следующий, да, это достижение уровня 0.7, это круглый уровень и очень важный уровень для новозеландского доллара в принципе, да, и по достижении этого уровня надо будет уже смотреть, да, либо цена пройдет этот уровень, да, либо с него развернется. Сейчас пока, несмотря на то, что цена вроде бы и ушла выше, да, сказать, что это пробитие уровня нельзя, потому что по факту мы можем получить очередной прокол уровня, да, и будет просто у нас здесь ложный вход, неверный вход. Рисковать так не стоит и я советую дождаться хорошего пробития этой области, этого уровня и только тогда рассматривать варианты. Насчет продаж пока судить не берусь, возможно цена и уйдет ниже, да, но, скажем, момент точки входа для продаж, в отличие от австралийского доллара, да, здесь я, к сожалению, не наблюдаю. Может, к счастью для кого-то, у кого открыты там сделки на покупку, поэтому либо мы ждем развития, появления возможностей для покупок, да, либо мы просто наблюдаем за ценой, даже если она начнет откатывать, даже если она начнет снижаться. Я бы не советовал сейчас заходить в продажу, несмотря на то, что, да, они действительно могут там закончиться прибылью, если они начнутся. Дальше, канадский доллар, вчера пришлось пересмотреть свои взгляды относительно канадца. Рассчитывал, что на 0.34 мы продолжим двигаться вниз, но рынок посчитал иначе, цена вышла сначала повыше, потестировала эту область, да, и поднялась дальше наверх. Что сейчас по канадскому доллару сказать сложно на самом деле, и, пожалуй, стоит дождаться завтра, да, завтрашнего дня, посмотреть, какие будут нонфармы, посмотреть также статистику по безработице по Канаде, да, довольно важная статистика выходит, тогда можно будет делать какие-то сценарии, прогнозы. Сейчас цена на отметке 1.3430 торгуется, это, ну, не так уж и много, не так уж и далеко, да, смотрится, знаете, такой вариант, что цена вернется где-то к 1.34, но, скажем, есть сомнения по этому поводу. Лучшее решение на текущий момент касаемо канадского доллара, это, пожалуй, избегать сделок, избегать каких-то заходов, открытия позиций, потому что сказать с уверенностью, да, даже не то что с уверенностью, даже какой-то сценарий просмотреть пока не представляется возможным. Поэтому лучше всего оставить так, как есть, да, если мы не уверены в своем сценарии, если он у нас плохо читается, то лучше просто-напросто пропустить сделку, да, и дождаться хороших, идеальных условий, как я называю. Дальше, посмотрим, что у нас происходит по паре доллар США, ой, сингапурский доллар, да, доллар США, сингапурский доллар. Цена почти, да, вывернула наверх, но этого еще недостаточно, да, то есть мы видим, что попытка пойти наверх, попытка пробиться выше была, такой вот тут затянувшийся восходящий тренд, да, но, ну, видим, что последний тут час, да, два часа цена собирается двигаться ниже и, естественно, в продолжение тренда заходить не стоит, да, но и для продаж тоже точки входа нет, поэтому, пожалуй, мы не будем, да, рассматривать сценарий, не будем просто ломать голову на счет пары доллар США, сингапурский доллар, хотя порой иногда дает довольно хорошие сигналы, дает довольно явные сигналы на вход. Дальше посмотрим золото, что у нас происходит по золоту, какова картинка, да, по золоту. Золото вчера, обратите внимание, да, ну, я тут отмечал возможность, что уйдет ниже, да, ну, 12.40, до уровня 12.44, а здесь, говорил, надо смотреть, да, если пробьет 12.44, то это такой звонок для, ну, нисходящего тренда, для здорового нисходящего тренда, да. Как мы видим, цена на этом уровне развернулась, причем развернулась довольно-таки очень технично, да, и ушла наверх, 12.57 ложным пробоем этого уровня завершилось восходящее движение, которое началось на 12.44. Что сейчас по золоту? Я думаю, что стоит ожидать дальнейшего снижения, 12.53, обратите внимание, цена на этом уровне сначала немного отторговалась, потом завершило пробитие уровня и тестирование этого уровня с обратной стороны, да. Соответственно, есть все предпосылки, есть все ожидания полагать, что 12.44, это будет следующая цель по золоту, и пока стоит все-таки обратить свое внимание, обратить свой взор именно в сторону продаж по золоту, если кто-то открывал покупки, да, то, я думаю, пока стоит пересмотреть свое видение. Если вдруг не успели зайти 12.53, всегда есть резервная точка 12.51, с нее можно попробовать зайти в продажи, когда уже цена наберет разгон, когда, ну, скажем, получится импульс ценовой, да, и цена начнет двигаться пониже. Ну, это на случай, да, если вдруг не успели зайти в продажи, и, либо опасаетесь входа прямо с уровня, да, прямо, собственно, на откате. Дальше глянем еще идеи по серебру, да, какие мысли насчет серебра. 18.22, да, попытки этот уровень пробить несколько раз производились, но по факту пробития не было, и сейчас, обратите внимание, цена как раз-таки и консолидируется на этом уровне, пытается уйти чуть-чуть пониже, проколоть, пробить его, да, но, как говорится, нету, нету здесь пока входа, да, еще. Все, что нам остается делать по серебру, это посматривать на график золота, к сожалению, так, и, ну, ожидать, да, что цена нам даст возможность зайти, даст лучшую, наилучшую точку для входа. Как раз посмотрим сейчас доллар зар, да, о чем писал здесь Роман, зар два дня нервы треплен, давайте же посмотрим, да, что там происходит, ну, по зару, да, то есть пока откат не наблюдается, ну, собственно, я говорил, да, что пока цена не откатит к 13.15 здесь отметка, по зару лучше никакие действия не предпринимать, тем более не стоит его шортить, да, потому что он очень круто растет, очень здорово растет, у него на это свои причины есть, у него есть своя логика движений, поэтому его даже не стоит смешивать с корреляцией там основных валют, да, что касаемо внутри дня, инструмент очень волатильный, поэтому стопы должны быть действительно большие, да, это тоже может накладывать свои ограничения, поэтому либо попробовать его взять минимальным объемом лотом на дневном графике, да, и за счет его волатильности, за счет продолжительности движения выехать на этом, либо внутри дня дожидаться, ну, скажем, таких стопроцентных ситуаций, моментов, их бывает здесь немного, хотя даже на первый взгляд беглым глазом вижу, что такие возможности здесь были, да, вот, ну, как раз несколько сделок стоял в бае, по стопам выбило, да, очень волатильный инструмент, пожалуй, самый, наверное, волатильный инструмент на рынке, поэтому даже если стоите в правильном направлении, это еще вовсе не означает, что этот инструмент, эта пара даст вам заработать, будет настолько к вам снисходительно, что ж, такой обзор на сегодня по основным валютным парам, золото, серебру, напомню, что запись обзора доступна на канале Альпари на YouTube и в группе ВКонтакте, если кто-то что-то не успел рассмотреть, остались какие-то вопросы, а всегда можете пересмотреть запись, идеи, которые я рассказываю, в большинстве случаев они актуальны до конца текущего дня. Что ж, на этом я с вами на сегодня прощаюсь, всем хорошего дня и до встречи на наших следующих семинарах. Субтитры создавал DimaTorzok